Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Я тоже показывал бесплатный плагин, который позволял копировать текст с вашего сайта, но плагин подставлял ссылку автоматически под скопированный текст. Но это слабенькое решение, потому что любой человек, который копирует текст, он просто удалял бы эту ссылку и просто бы воровал ваш текст без каких-то преград. В этом же видео для вас модуль, который просто максимально закрывает ваш контент. И давайте его рассмотрим. Сейчас перед вами страница разработчика. Стоит он почти 20 евро. Ссылку на разработчика я оставлю в соответствующей статье на своем сайте fedorvasily.com Также ссылка будет на мою статью под видео. Итак, давайте посмотрим. На моем тестом сайте я использую последнюю версию Joomla. Здесь я перейду в систему, расширение. Просто простым перетаскиванием установим этот модуль. Далее мы пройдем модулей. Он у вас будет отключен. Найдите его. Вот его название. Я зайду сюда. Здесь первое, что вы включаете. Заголовок отключаем. Позицию модуля. Обычно это debug. Вы можете ее здесь не найти в вашем шаблоне. Можете просто вот здесь начать писать по-английски. Вот так вот. Deb. Вот видите debug. Я выбираю. Debug это самая нижняя позиция сайта. Ну чтобы модуль сам по себе на сайте визуально нигде не выводился. Не отображался. Точнее он будет выводиться, но отображаться он не будет. Здесь что интересно. Не забудьте указать на всех страницах либо только на выбранных и галочками отметьте те страницы, где модуль будет работать. Это хорошо, если на каких-то страницах вы не хотите закрывать их от копирования текста и картинок. Но если вы хотите закрыть весь сайт, тогда вы выбираете на каждой странице. И вот здесь вот идет самое интересное. Давайте несколько настройок здесь рассмотрим. Самое первое это отключение правого клика мыши. Если мы включаем, то вы можете здесь по-русски сопроводительный текст любой написать. Давайте сохраним эти настройки. Пойдем на сайт. На фронтальную часть обновим. Я кликаю правой кнопкой мыши в любом месте на сайте и я не вижу контекстного меню. Я вижу тот текст, который я написал во всплывающем окне. Видите, щелчок правой кнопкой мыши отключен. Все. То есть правый клик уже не работает на всем сайте. Дальше. Отключить перетаскивание картинок. Вот если у вас есть изображение в статьях на сайте. Видите, я могу вот так вот таскать изображение. Просто левая кнопка мыши. Если мы это включаем, идем на сайт, обновить. Смотрите, я не могу зацепить изображение левой кнопкой мыши. Правой кнопкой мыши я не могу тоже нажать. Следующее. Отключаем горячие клавиши. Ctrl C плюс Ctrl V. Все наверное знают, что Ctrl C это копировать, Ctrl V вставить. Сохранимся. Текст сопроводительный можно добавить. То есть вот я выделяю, нажимаю Ctrl C и видите, что происходит. Копирование и вставка отключены. То есть горячие клавиши тоже отключили. И дальше уже идут отключения других горячих клавиш. Ctrl плюс P. Можно также добавить сопроводительный текст. Ctrl плюс U. Ctrl плюс S. Ctrl плюс A. И самое важное. Это отключение F12, которое на Windows позволяет открыть консоль разработчика на вашем сайте. И там уже любой текст прямо из кода страницы можно скопировать. Отключение F12 это одно из самых важных. То есть отключение для продвинутых пользователей. Ну такие как я допустим. Которые знают как копировать текст и картинки через консоль. Отключение ее, сопроводительный текст и максимальное закрытие контента. Также библиотека jQuery она у вас отключена. Мы ее не включаем если у нас все с вами работает. А у нас с вами все работает. Если у вас jQuery допустим на сайте не используется вообще нигде на сайте. Значит скорее всего плагин работать не будет. И тогда вы jQuery здесь включите. Если jQuery где-то используется на сайте другими плагинами расширениями. Тогда мы jQuery не включаем. И по сути плагин настроен. Это просто бомбический модуль. Не плагин, а модуль. И на этом урок закончен. Надеюсь для вас информация была полезна. Напишите свое мнение в комментариях об увиденном. А я с вами не прощаюсь. И очень скоро мы с вами увидимся в следующих видео. Пока пока друзья. Субтитры сделал DimaTorzok